Ремонт кровли в доме К нам заехали строители, подрядчики Например, жительница дома на улице строителей обратилась к заместителям главы Денису Юркову и Николаю Батышеву с просьбой убрать с придомовой территории строительный мусор и бытовки, которые оставили рабочие после капитального ремонта дома. Есть вопросы и к результату проделанных работ. Все течет, я не знаю, это какая-то халтура, я бы не узнала эту работу. Течет по фасаду? Допустим, балконы, они окрашены в красный цвет, вот это все отекает, красный цвет смывается на белый. А краска сама смывается? Сама краска смывается. Первое, мы в рамках гарантии обратимся в фонд капитального ремонта, чтобы сейчас в какой теперь придет и привели в порядок. Второе, по городку непосредственно тоже обратимся в ФКР, фонд капитального ремонта и подряд организации. Поторопим их, чтобы они там в ближайшие две недели убрали городок. До конца следующей недели-то наведем полный порядок. Еще одна химчанка Татьяна Хасуинова обратилась с просьбой оборудовать спуск со ступенями и поручнями близ дома номер 5 на улице Родионова, поскольку в зимнее время там бывает очень скользко. Химчанки пообещали, что вскоре проблема будет решена. Жители сейчас более конструктивно, все настроены тоже на диалог и мы их слышим, они нас слышат и мы в последующем ввели в практику, в том числе, скажем так, это второе касание можно назвать, то есть выезд для подтверждения устроено, не устроено. Но, например, отремонтировали мы недавно одну кровлю на лавочке на дом 10, над квартирой 13. Вышли, посмотрели, убедились, что квартира не течет. И мы тогда уже спокойны, и жители тоже спокойны, что все-таки мы эту проблему решили. Отметим, что в день работы выездной администрации прием вели представители всех служб города. Чаще всего химчан интересовали вопросы ЖКХ. Всего в течение дня к специалистам обратились около ста жителей микрорайона. Нам по благоустройству пообещали, что нам помогут, сделают и посадят, и отремонтируют. А пока по ремонту взяли на контроль. Вместе с представителями профильных служб работали и химкинские депутаты. Я помогаю жителям рационально распределить свое время для того, чтобы качественно задать свои вопросы. Действительно, моя миссия сегодня была ответить на вопросы некоторых жителей, которые конкретно сосредоточены в сфере ЖКХ. Всего в этом году провели уже 11 выездных администраций в разных микрорайонах химок, где приняли в работу более 300 обращений химчан. Следующая выездная администрация пройдет с 6 марта с 16.00 до 8 вечера в Старых Химках в гимназии номер 4 на улице Первомайской 6. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.